Тем временем артиллерия боевиков продолжает бить по всей линии соприкосновения. Жарче всего на Мариупольском направлении. Но вопреки атакам боевиков, наши военные не только держат оборону, но и обустраивают военно-полевой быт. Больше расскажет Ирина Баглай. Приблизно 8 дней. Працували гуртом после смен. Не спали, работали. Музыкант, солист военного оркестра в довоенной жизни. Теперь десантник-защитник на передовой. Николай, отложив автомат, с гордостью показывает творение рук своего подразделения. Баню строили в непосредственной близости от огневых позиций противника. Николай признается, пользуясь моментами затишья. Приходилось не досыпать. Зато теперь есть лучшее лекарство от любого недуга. Хлопцы приходят из окопьев, конечно, сыро, холодно. Эвкалипт есть, мы добавляем, экстракт делаем. В общем, нормально. Хлопцы, чеснок, цибуля, ферни масла, винник дубовый. Десантники этого подразделения славятся дисциплиной и хозяйским подходом к обустройству позиций. Под прицелом боевиков на крещение даже прорубь вырубили. Объясняют, пока фронт и второй дом, а жить голубые береты приучены в чистоте и порядке. Вопреки постоянным провокациям противника. И этой ночью пришлось стоять под минометным огнем наемников. Они нас вытягивают, они нас хотят замолить, как сказать, в ловушку, хотят выйти там из стрелецкой зброи, а накрыть чем-то тяжелым, например, минами и танком. Вячеслава сослуживца называют самородком. На гражданке был охранником, а на передовой открыл себе талант повара. Для хорошей службы нужно немного. Порядок на позициях и сытный обед. Горячая пища была и вкусная, и все. Голодают на фронте только те, кто ленится что-то делать. А у десантников на всех рубежах одно правило. Никто, кроме нас. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Донецкой области. Подробности телеканал Интер.